Глава 22. Четыре шага к прощению. Этот вариант четырехшагового процесса, предложенного Арнольдом Пейтентом, имеет своей целью напомнить нам о собственной способности привлекать к себе события и людей, которые нам необходимы, чтобы испытать эмоции, связанные с той или иной проблемой. Весь процесс занимает всего несколько секунд, однако он может спасти вас от полного погружения в разворачивающуюся драму и от опасности надолго поселиться в стране жертв. Когда человек чем-то расстроен, ему очень легко забыть все, что он знает о радикальном прощении. Пока эти принципы не утвердятся прочно в нашем сознании, мы склонны скатываться к позиции жертвы всякий раз, когда неприятные обстоятельства выводят нас из эмоционального равновесия. Проблема состоит в том, что попав в страну жертв, человек, как правило, остается там надолго. Если вы не посмотрите на эту ситуацию с точки зрения радикального прощения, то можете остаться в этой стране жертв на многие годы, как это и делают большинство людей. На сайте вы можете ознакомиться с рисунком «Путешествие в страну жертв». Однако, если рядом с вами есть человек, который знает о радикальном прощении и распознает ваши симптомы, он посоветует вам заполнить анкету или прослушать 13 шагов, и вы сможете вновь обрести покой. Как видно на приведенном рисунке, каждый раз, когда происходит что-то неприятное, мы скатываемся до состояния жертвы и отправляемся в страну жертв. Затем мы вспоминаем о том, что все совершенно, и используем специальную технологию, чтобы выразить свою готовность увидеть это совершенство и вновь обрести покой. Однако, это непростой путь, и нередко человеку требуется посторонняя помощь. Избежать катания на этих американских горках вам поможет четырехшаговый процесс, который следует применить, прежде чем вы надолго закажете себе комнату в каком-нибудь захудалом отеле страны жертв. Кривая радикального прощения на рисунке то и дело резко идет вниз, удаляясь от прерывистой линии, показывающей состояние нашего сознания, когда оно обычно проявляется, если мы следуем своим бессознательным тенденциям. Когда мы замечаем, что непроизвольно перебрались в страну жертв, нам следует при помощи четырехшагового процесса обратиться к радикальному прощению и вновь обрести душевный покой. Поэтому, как только вы поймете, что расстроены чем-то, или даже просто судите кого-то, что любуетесь собственной правотой или хотите каким-то образом изменить ситуацию, обратитесь к этому процессу, чтобы снова привести свое сознание в согласие с принципами радикального прощения. Первый шаг. Смотрите-ка, что я сотворил. Первый шаг напоминает человеку, что он творец собственной реальности. Однако мы создаем любые ситуации для собственного исцеления, поэтому не чувствуйте себя виноватым случившимся. Из-за своей склонности к оценочным суждениям, мы нередко используем этот шаг для того, чтобы устроить себе хорошую взбучку. Мы говорим, смотрите-ка, что я сотворил. Ах, это ужасно, должно быть я отвратительный человек, духовный неудачник. Пожалуйста, избегайте этой ловушки, поскольку так вы можете только еще сильнее увязнуть в иллюзии. Второй шаг. Я вижу свои суждения и люблю себя за то, что они у меня есть. Этим шагом мы признаем, что, будучи людьми, мы непроизвольно связываем с каждой ситуацией целый ряд оценочных суждений, интерпретаций, вопросов и убеждений. Наша задача состоит в том, чтобы признать несовершенство своей человеческой природы и полюбить себя за все эти суждения, включая мысль о том, что мы, так сказать, духовное ничтожество, если могли создать такую реальность. Наши суждения – часть нас самих, и нам следует любить их, как себя. Это помогает нам понять, что на самом деле происходит в нашем теле и уме, и таким образом вернуться в настоящий момент. Наша энергия сразу же претерпевает важные изменения, и мы можем перейти к третьему шагу. Третий шаг. Я хочу увидеть совершенство в данной ситуации. Это желание представляет собой самый существенный шаг в процессе радикального прощения. Он равняется молитвенному слиянию с божественным замыслом и готовности полюбить себя за собственную неспособность непосредственно понять этот замысел. Четвертый шаг. Я выбираю энергию покоя. Этот шаг вытекает из предыдущих трех. Принимая божественную цель, которой служит данная ситуация и иллюзорность происходящего, мы выбираем чувство умиротворенности и вкладываем в любые действия, которых может потребовать от нас ситуация, энергию покоя. Энергия покоя проявляется, когда мы полностью присутствуем в текущем моменте, ясно осознаем свои действия, сосредотачиваемся на том, что необходимо сделать, и полностью осознаем свои чувства. Используйте этот четырехшаговый процесс как можно чаще. Пусть он станет частью вашего сознания. Он дает вам возможность пребывать в текущем моменте в течение всего дня. Для того, чтобы не забывать о данной практике, можно отпечатать четыре шага на карточке размером с визитку, чтобы хранить в кошельке, или на карточке размером 8 на 12 сантиметров, которую можно положить в машине или дома на холодильнике. Примечание. В эпилоге я привожу пример, каким образом четырехшаговый процесс помогает исцелить то, что случилось 11 сентября. Возможно, вам захочется обратиться к эпилогу прямо сейчас, чтобы лучше разобраться в материале этой главы. Субтитры создавал DimaTorzok